Валерий Кузьмин Валерий Кузьмин Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья мои, и мы уезжаем от нашей ратуши. Я повторюсь, условие постройки было таково, чтобы ратуша была похожа на дворец Трикороны, который сгорел в 17 веке. Поэтому вы видите так много башенок. Башенка звезды, башенка полумесяца, башенка петушка, башенка огня. Все они окравляют это здание. А мы едем в Бугуй, район Кунгскольме. Сначала сюда вывезли людей, чьи профессии дурно пахли. Это в основном кожевенные мастерские. А затем ремесленников, чьи профессии были связаны с огнем. Стеклодувные мастерские, кузнечные мастерские. А затем стал подтягиваться обыкновенный ремесленный лют. И сапожники, и швеи. И условное название у этого острова было не Кунгскольме, а Голодный остров. Потому что по тем временам это было достаточно далеко от центра, и тяжело было сюда продовольствие доставлять. Но так или иначе, часть города, часть населения переместилась на этот остров. Сейчас это один из престижных островов. Собственно, по бедным островам мы с вами ездить и не будем. Это престижная такая часть города. Дома, которые вы видите, в основном 80% этих домов принадлежат частным людям и 20% государству. В Швеции есть прекрасная программа социального жилья, где вы можете, постояв в очереди, получить квартиру. Ну, как вот у нас когда-то в Советском Союзе. Можно вбить гвоздь, поменяться, но, естественно, вы не можете ее продать. Но так или иначе, на улице вы никогда не останетесь. А мы едем по второй роскошной набережной. Называется она Северная набережная, озеро Мелое. Дома, которые вот здесь, в наше окошко, нам видятся, это такие красивые дома конца 19-го, 20-го века. Даже если есть у вас определенная сумма денег, и вы хотите попросить хозяина после экскурсии завернуть вам парочку квартир на втором этаже, не всегда в вашей мечте осуществится, возможно. Потому что потребуется ваша верительная грамота, внимательно посмотрите, где вы работаете, где учатся ваши собливые дети, престижные школы, сколько, естественно, денег вы зарабатываете, ваше происхождение. Ну, естественно, и цвет кожи должен быть приятно золотисто-розовым. И если хозяин, вернее, если совет дома скажет нет, как бы вы ни моргали хозяину, как бы в уму не намекали, что вы дадите еще 100 тысяч сверху, то хозяин вслед за советом тоже скажет нет. Шведы не очень хотят портить свои жилищные и рабочие ряды. Заканчиваются дома старинные, дома 19-го и 20-го века, и начинаются новые дома 20-го века. Первые дома построены в стиле функционализма. Дома, в которых сразу появились кухни, ванны, то есть были проведены коммуникации. Конечно, во всех домах старинных сейчас есть и водоснабжение, и гоноризация, и теплосеть. Но вот эти дома, которые появляются с правой стороны от нас, они сразу были выставлены со всеми этими обязательными прелестями. Даже просчитывали, сколько шагов должна сделать хозяйка от кухни из-за зала, чтобы не устать, но чтобы он был достаточно большим и приятным для проживания. Также здесь были такие дома коммунные, где люди совместно готовили пищу, имели такое что-то подобие ресторана, эта пища доставлялась в каждую семью. Имели детский садик, где по очереди сидели со всеми соседскими детьми по одному жителю. Общую крачку, где они вместе стирали. Но потом это стало не очень удобно, и уже от такого рода коммун отказались. А с левой стороны все еще то самое озеро Мелоран, такая тропа для прогулок. Многие там бегают, гуляют с колясками. Не обязательно и велосипедные дорожки. В последнее время они активно устраиваются везде, где их не было. Расширяются, чтобы весь город нужно было проехать на велосипеде, дабы его экологически сохранить. Еще для этих целей был введен налог на въезд или выезд из города. И в рабочие дни въезд в город дополнительно оплачивается. Поэтому, если у вас есть раздумья, ехать в город на машине или нет, то иногда вы выбираете в пользу не ехать. Многие, кто работает в более отдаленных районах, приезжают на окраину города, оставляют там свои машины. А пациенты уже передвигаются на велосипедах, потому что это более комфортательно. И, естественно, экономия. Какой район, которая описала Ленгран, там, у Лыжа и Карлсов? Что, какой район? Район, он, к сожалению, нами сегодня не будет охвачен. Но, скажем так, он... Нет, он не современный район, он просто район, в котором нет больших достопримечательностей. Находится он где-то с правой стороны от нас, может быть. Следующий район. Вассо-Гаттон, улица, которая сопровождала вокзал, она начинает там в конце свой район Вассо-Стан, где проживал когда-то Карлсов. К сожалению, домика Карлсона нету, потому что Карлсов не такой популярный герой, как он когда-то был у нас, облагороженный нашим красивым мультиком интересным. Да, Карлсона любят не очень, потому что он был взрослым мужчиной, постоянно брал ребенка. Это не приветствуется у шведов. По приоритетности отрицательных качеств, хранье, наверное, стоит на первом месте. Другое дело, девочка Пеппи. Ну, издевалась она там над учителями полицейских. Здесь все над ними издеваются. Зато она была самостоятельная, могла себя обеспечить, могла сама решить какие-то жизненные важные проблемы. Да, Астрид Линдинг, конечно, как и везде в Бире, так и в Швеции является очень популярной писателем. И возле музея Васса есть маленький музейчик Юнибакен, созданный в основном по ее книжкам и по книжкам других стандартных писателей. Но именно поезд, на котором отправляются путешествия, поездку, едут, летят, он как раз-таки построен на книжках Астрид Линдинг. Есть большой парк за пределами Стокгольма, за 300 километров, отсюда. Здесь также собраны все ее произведения и двухтеатральные представления. В представлении можно зайти в каждом из героев в гости, в его дом, попасть в его хутор. Конечно, она уже популярна. А мы с вами едем по району Курскольмин все еще. А больших достопримечательностей здесь нет. Это уже жилая часть района. Дома старые, дома новые, которые буквально 2-3 года назад появились здесь. Вот с другой стороны, спасибо, вот этими красными раунами, которые будут для престарелых. В Швеции 2 вида домов для пожилых людей. Это вот как раз-таки дома для пожилых людей и дома для престарелых. Если люди уже не в состоянии себя обслуживать, есть какие-то проблемы психического толка, или же просто физически не в состоянии себя обслуживать, они живут в домах престарелых, знаете, общежитейского типа. То есть, вызывают по кнопочке работника. У них есть, конечно, солнце, туалет, но нет ни кухни, ничего. То есть, только общий ресторан. А второе, второй вид проживания, это вы можете быть совершенно самостоятельно обеспечивающимся себя и физически крепким пожилым человеком. Но вам уже становится не очень удобно жить в доме с молодежью, не очень предусмотренным для вашей жизни. И можно поменять свою квартиру в дом для пожилых людей. На первом этаже там все. Рестораны, парикмахерские, какие-то кабинеты для хобби, бесконечно приглашают актеров, каких-то джазовых певцов, исполнителей, возят вас на пикники, в общем, тусовки каждый день, танцы. Раз в неделю к вам приходят убираться. Вы можете готовить самостоятельно, можете ходить в ресторан. Там, конечно, большие скидки, которые находятся здесь же. Но, естественно, из пенсии выкладываете за это домольское какие-то деньги. А мы с вами поднялись на первый современный мост. С левой стороны прекрасный вид. На старый город или некоторые кварталы, которые мы с вами проявляли. С левой стороны или с правой стороны. И на такой тихий спальный центр. На странах, которые были сделаны достаточно дорогой. Для резервовки можно было по земле только с 50-х годов. А вот эта зелень принадлежит острову Лонг-Кольмен. Длинному острову. Эта зелень не вырывалась здесь на протяжении последних 200 лет. На острове не так много зданий. Некоторые из них отдаются в какие-то арт-галереи. Сдаются для различных предприятий. Самое большое здание, желтое, с черными крышами. Здесь стокгольмская тюрьма. С правой стороны от нас вниз она появляется. 200 лет здесь была тюрьма. В 1950 году ее закрыли. Но предприимчивые шведы не разрушили этого здания. Они сделали из нее очень востребованные отели. Жить вы будете, правда, в зарешетчатых комнатах. Это бывшие камеры. Слать на двухэтажных кроватях. Но с той разницей, что все-таки утром вас выпустят погулять по Стокгольму. Очень популярное место. И район совершенно чудесный. Буквально в 100 метрах отсюда находится центральная, одна из центральных станций метро. Масса вот таких симпатичных, посмотрите, как бэшек. Пляж. Один из немногих песчаных пляжей. В основном, конечно, пляжи Гаи, Гаи-4. Неболее здесь озеро, вода прогревается гораздо лучше, чем в Балтийском море. Поэтому можно гулять целый день и не встретить ни одного человека. И, конечно же, помимо гостиницы, бывших покоев и тюрьмы находятся и зал для конференции, и такие рестораны. Вот с левой стороны эти комплексы открываются нашими через водичку. Парковочные места для лодочек, яблок и большие верфи тоже находятся на этом острове. А мы с вами едем уже по южной части острова Беллорен, потому что переехали мы с вами на южный остров. Самый большой остров на карте Стокгольма. Сёдер Маль по-шведски называется Оль. Остров поэтов, писателей, богемы, различные художники. Здесь различные мастерские, гостиницы для собачек, для сексуальных меньшинств. И да, мы с Токгольмой парам гордости, парам сексуальных меньшинств. Все мероприятия были вот на этом, практически в таком острове. Даже во внешнем виде его жителей всегда можно прочесть этот модерн. Стив, они будут одеты, особенно молодежь, особенно если они прибудут. В внешней клубе такой а-ля стиляги наших понятий. Необычные какие-то рестораны находятся. Здесь чесночные рестораны, где всё подаёшь чесноком, даже буссер, даже мороженое. А там стоит пучок петрушки, чтобы потом их разобрать и всё могли заесть. Или чёрные рестораны, где вас обслушивают совершенно спектрые люди. И не видите, что вы видите, где были. Что незабавны. А там вы смотрите. Это мгновение, что вы почувствуете время, что мы решили. А, например, смотря где вы были. Ваше отборы, ваше отбор. И окражение жизни. То есть, все, что вы думаете, что вы радуетесь. Потому что вы имеете успешно. Влюбленный комитетовар. Становый комитет. У нас уже есть здания, что есть два личных, очень красивых здания, 100 лет до 50-х годов, мы творили, как-то здание, как правоварные. Правильно, правоварные закрыли, а потом и там осталось, как-то чисто, вот, венцы, мещения, а вот эти вот параблики, они, в основном, красивые, шварковные. И схожи тоже, как помещения для съема, в основном, в основном, в гостинице, офисы, электричество, они пользуются, вот эти вот колбуки электропередач, а красные или футбарши приходят, 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 приходят. На этой части в здании у нас появился один дом, на этой связке у нас появился один из разных указанов, в инометах и третьего здания. Надеюсь, да? Однажды, во время стыкания, погибли пять человек, в том числе и Дима Младший Карпольской Гопеду, и не попередили работать в рейтинге за клубами. Сначала он перенес строительную температуру в открытой армуре на баржу, а затем переместился во Францию и Италию. В Швеции, в Танческом доме, жил не было. Когда ему было 10 лет, его семья переехала в Зампаде-Дербург. Когда его отец занимался разработкой в МИИ, они пришли с вовремя отправить в царский двор. В Швеции, в Кангване, в этом деле он подготарел, распогател. Все эти получили прекрасное образование, разговаривали на 5-6 предметных языках. Старшие братья Нобели последовательно занимались бакинской нефтью. Это была вторая семья по производству и добыче этого продукта, переработке этого продукта после семьи роттейлеров. А вот младший сын увлекался химией, и в Нобеля 360 патентов, помимо, конечно, самого известного эготинамита. Он изобрел и самую первую легкую лодку в мире алюминиевую. Изобрел и аналог электрического, ищутую машину смерти. Самое главное, Нобеля и его команда стали основоположниками всех искусственными материалами. Искусственный шел, искусственный кожа, искусственный паучок. Но самую большую славу, ну, естественно, и деньги ему принесло изобретение динамита в 1866 году. Он складил капитал в 33 миллиона шведских бронзов. Сегодня его умножать об этом на 15. В 80 заводах в 20 странах уже производили этот продукт. 31,5 миллиона Нобель положил в фонд, из которого сейчас черпаются деньги для Нобелевской премии. По четырем номинациям премия присуждается в Стокгольме. Это медицина, это химия, это физика, это литература. И пятая премия, премия мира присуждается в Норвегии. Как я вам рассказывала же, Норвегия, столь ли, была, ну, шведского государства. С 69-го главного банка, в котором лежат деньги Нобеля, выплачивает свою премию из своих денег по экономике. Еще одна премия, как вы считаете, тоже Нобелевская премия, присуждается в Стокгольме. Сумма 10 миллионов крон. Если лауреата нет, его за уши не притягивают. Получить Нобелевскую премию из тех, которые учатся в Стокгольме, может только физическое лицо и не более трех человек. То есть лаборатория получить за исследование по химии премию не может. Организация может получить Нобелевскую премию только если это организация, если это премия мира, организация Красный Крест получала премию мира G3. А мы выезжаем на одну из главных улиц острова Сёдермай. Эта улица называется Кунжгата. Когда-то в конце этой улицы был завод по производству Кирпича, в котором он заведовал город. Через него была улица Иннафия. Считается она одной из главных улиц на территории Стокгольма и Южного острова. Мы же приехали на остров Сёдермайн, чтобы посетить смотровую площадку, которая находится 54 метра на уровне. И я повторюсь, дорога для нас, такие группы, не туристические, но зато у вас будет прекрасная возможность посмотреть, как живут обычные жители Стокгольма. Хотя, правда, обычными тоже назвать нельзя, потому что я говорю, что это достаточно дорогие для съема жилья и для покупки. И уж, коли мы едем без значимых достопримечательностей, то можем поболтать уже и о социальной жизни. Первого, просто дороги уже забыли в ратуши. Это какова зарплата шведов. Я сама себя перебью с левой стороны здания оперы. Коль опера, народная опера. И здесь дешевле билеты, и попроще костюмы. Но даже если здесь играются какие-то классические произведения, то обычно люди играют их для этого современного класса. И трактовка, и салон, и салон. Зарплата средняя составляет где-то 2500 евро. 34%, если вы нечастный предприниматель, идет на налог. 34% идет на оплату коммунальных услуг. Все остальное остается в семье. Все остальное это очень незначительная сумма. В Швеции работают всегда и мама, и папа, и муж, и жена. И будет принято кому-то одному сидеть дома. 34%, если вы не частный предприниматель, а то до 64%. В основном налог у частного предпринимателя 58%. Достаточно, конечно, большой. Все это благополучие, эти роскошные дома, эти машины, конечно же, все это в том. Но надо отдать должное. Здесь не происходит дефолтов. И достаточно невысокий процент этих ипотек. Это от 4 до 8%. Но вот оплакивать шведов, у которых жизнь, кстати, очень дорогая. И, конечно, вы уже много раз убедитесь в этом, гуляя сегодня по городу. Кто-то из вас был чаще здесь. И развлечения для детей очень дорогие. Развлечения для взрослых очень дорогие. Ну, где-то себе это можешь отказать. А уж ребенку поведешь, конечно, в театр и на какие-то кружки. Все это непросто. Но оплакивать шведов, наверное, все-таки рановато. Потому что самое главное, это медицина и образование бесплатное. Если вы посещаете врача, вы оплачиваете свой визит. Если вы посетили врача, посещаете достаточно часто, вы набираете сумму в тысячу крот. И в течение года уже для вас эти визиты бесплатны. Точно так же и с лекарствами. Если вы за короткий период наели лекарства на 2000 крон на 200 евро, то остальное, остальная покупка в течение года для вас бесплатна. Если вам нужна операция, которая, конечно, сопряжена с упражнением, а там не пластическая, а врачебная операция, то вам ее тоже сделают бесплатно. И уж, конечно, никто не скажет пищевому человеку, что местных больниц нет, учитывая, что ему нужно положить 92 года. Также обстоят дела и с образованием. Здесь не нужно продать дачу, библиотеку, машину, почку, чтобы свое чадо впихнуть в вуз, а потом еще проучить его там на контракции. Бесплатное образование на любом уровне. Конечно, если ваш ребенок идет в детский сад, в зависимости от дохода в семье выплачивается сумма до 120 евро в месяц. Но это, конечно, мизер с той реальной суммой, которую во многих странах платят за посещение частных пульвер детских садов. И детские сады, и школы тоже бывают частные, но они датируются государством. То есть деньги государство все равно на их развитие дает. Также в школе вы платите небольшую сумму за продленку, но все остальное в школе бесплатно. В том числе и по корпу детей. То полдник, то обед. Ребенок идет в детский сад в годик, конечно, предварительно постояв в очереди. Это делалось не такое сложное. А вы находитесь в декретном отпуске. Причем декретный отпуск тоже решен очень грамотно. 360 оплачиваемых дней как маме, так и папе до 8 лет. Хотите, выбирайте в первый год весь свой отпуск. Но в первый год тоже не получится, потому что есть в субботу и воскресенье. Хотите, берите только 3 дня в неделю оплачиваемых и растяните этот отпуск. Хотите, сидите 2 года с ребенком, 3 года. Хотите, сидите год, а потом до 8 месяцев присовокупляйте эти дни к отпуску. Или, например, когда у детей каникулы, тоже нет возможности их куда-то где-то оставить. Родители могут с ними находиться дома, потому что наверняка сохранили эти дни. Все на ваше усмотрение. И, конечно, эта система очень удобная, потому что ребенок всегда в таком оплачиваемом, приоплачиваемом присмотре. Друзья мои, мы сейчас поворачиваем с вами на лень. И уже закончим эту тему, продолжим ее на обратном пути. А посмотрите, пожалуйста, в свои правые окошки. Вдалеке и вдалеке стоит красивый коричневый замок с зелеными крышами. Раньше, когда сюда заходили в Стокгольм, они сортовали ему, думая, что это королевский дворец. На самом деле, это дом для престарелых. Очень-очень большая очередь, около 50 лет. А мы с вами поднимаемся на смотровую площадку, которая находится 54 метра над уровнем моря. И уже можем поглядеть с высоты птичьего полета на те районы, в которых мы уже побывали. Например, вы видите остров Юр Гордон и его сумасшедшие аттракционы. Самая высокая башня принадлежит аттракциону цепочной карусели. Самая высокая цепочная карусель в мире. Два года назад парку исполнилось 130 лет. И город ей подарил 137-метровую карусель. Строение Скансена за парком аттракционов. А прямо перед нами, я говорю о правом окошке, маленький кругленький островочек Кастельхольмен, названный так в честь Кастеля, который стоит в центре него. Вы видите шведский флаг над этим зданием. Покуда он в небе Стокгольма, Швеция не оккупирована и не участвует в войне. Левее желтые здания с черными крышами принадлежат острову Шевскольмс. Там всегда строили корабли, в том числе вас. А сейчас находятся несколько музеев, несколько жилых постройкам, в основном професные сооружения. Вот кто-то, кто меня спрашивал о модерном музее, и он находится на этом острове. Прямо перед нами такая немножечко перекошенная, пьяная улица старого города. Именно там раньше располагался порт. И тогда король приказал построить улицу, состоящую из красивых, богатых домов. Купцы подъезжали к Стокгольму и увидели, вау, какой богатый город мы приплыли. Вовнутрь их не пускали. И слава о красоте Стокгольма разливалась по всей Европе, по всему миру. Эти дома стоят здесь с 1630 года. Тот, кто меня спрашивал о путешествии в музей Васса, обратите внимание, друг к другу навстречу едут два кораблика. Они связывают Старый город и как раз-таки тот самый остров Юргорда. Находятся эти станции по середине улицы. Когда мы приедем в Старый город, я вам покажу, чтобы вы визуально понимали, где вы будете ехать. Пожалуйста, не покупайте мороженое. В автобус с мороженым заходить нельзя. Буквально через полчаса у нас начнется пешие экскурсии, а там уже можно будет все. Пять минут для фотосессии при такой не очень приятной погоде, я считаю, отличное время. Результат последних шторых лет вы поступает в нашу пенсию. Это генназия. А генназия выбирает все, чтобы вы сходите, и вы сходите в вашем пенсии. Это все, что вы видите, которые вы видите. Это все. Вы делаете на пенсии ваших любимых ваших любимых магазинов. Вы можете подойти к пенсии. На них вы можете купить пенсию. На них вы можете купить пенсию. Кроме для лепесту. Результат такой, что он стоит. Там всегда выдают прейдер. Любые пенсии. Где это? Где эти пенсии вы видите на сходе? 4 евро или 36 грот. Также можете в магазине Северн и Леван. Таким пенсии зереного цвета. где тоже продают такие средства, которые в улице они находятся. Мы с вами закончим в Паралевском парце вооруженных парадах. Я вам еще раз покажу, что вы можете показать, что вы можете показать, что вы можете показать. В старом городе можно использовать евро. Не обязательно продают, но в пункте, в пункте 1, в пункте 1 тоже есть. Только обязательно расплачиваться бумажными деньгами евро, а сдача вам будет для вас. Курс, грубо скажем, 1, в пункте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Друзья мои, туристические такие специальные магазинчики перед нашими глазами. На некоторых из них, редко на каких, например на этом, висит флажок голубого цвета с двумя буковками S, N. Это тоже, это аббревиатура транспортной компании. И написано билет в тени. Здесь тоже можно, на автобус, на метро, куда хотите. Находится напротив входа в центр. А мы с вами стоим возле Большой церкви Святого Николая, в кафедральном соборе города Стокгольма. Может быть, хотелось бы, чтобы он был немножечко красивее, немножечко выше, немножечко шире, как, например, роскошный самый большой собор в Скандинавии, который находится в городе Упсали. Но духовно он высок. Датируются, по крайней мере, его внутренние интерьеры XIII века. В 2010 году, когда была сваза престола Наследной Принцессы Виктории, его отремонтировали. Выходи туда, где закончится наша еду через город. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... В том месте, где была смотровая площадка в городе Стокгольме, но тогда это было единственное место, где проживали люди, только штрафовали. Вместо этого колодца стояло лобное место. Приводили осужденного, обычно это были кражи, или какие-то небольшие правонарушения. Собирали толпы, толпы приходили с удовольствием, с корзиночками для пикника. Сделало это было единственное исключение. Все, что нужно, отрубали, хороли и толпы распускали. Хотя было однажды здесь самое неприятное событие под названием «Стокгольмская кровавая баня». Извините, пожалуйста, я на секунду для себя переню. Спасибо большое. Село в том, что до 1520 года Швеция входила в состав «Кальмарской кровавой». Швеция, Норбия и Дания объединились в один союз, чтобы стать сильнее и противостоять гандзейскому. Но потихонечку-потихонечку датчане стали превалировать в этом союзе, что очень не нравилось шведам. И они всегда хотели отмежеваться. И когда об этом узнал датский король, он приглашает всех аристократов во дворец. Они пили, ели, танцевали. Через два дня двери дворца были закрыты. Эти люди обвинены в ереси и лишены своих голов именно на этой площади. 92 аристократа. Вся тогдатошняя, весь тогдатошний свет Швеции. Через сто лет, когда построили вот этот красивый дом шансов, белые камни возложили в честь душ убиенных невинно людей. В это время, в 1520 году, возле Норвегии собираются войска по предводительствам пустого Эриксона. Он приводит их в Сокольм, Ферранпал, Швеция свободна. Правда, не так быстро, как я рассказала, но те полгода, которые ему понадобились, тоже не самый длительный срок. Этот молодой человек становится королем Швеции в июне 21-го года. Берет себе прозвище Васса. Васса означает снов. Он собрал воедино все разрозненные области Швеции. И становится первым королем свободной Швеции, который, вот кстати, провозгласил престола наследия. Сам Тон был избран из народа. Но с того времени, с 16-го века, трон передается. Сейчас он передается по старшинству, дабы не дискриминировать женщин. А король Васса становится первым шведским королем. Правил он жестоко, но справедливо. Национализировал все богатство духовенцы. И перевел Швецию из католицизма в протестанство к 1529 году. По большому счету, ему было плевать, во что верит его народ. Но отмаживаться от католического Рима было всегда хорошо. Убранство площади в основном вы видите голландского типа, немецкого типа. Потому что именно эти купцы были первыми, кто населили этот город. Тогда ни скульптурного, ни архитектурного искусства у шведов не было. Поэтому многие города Западной Европы очень похожи друг на друга. Возраст этих домов приблизительно начиная с 17 века. В 16 веке Стокгольм сгорел полностью до нитки. А возраст дома можно прочитать по вот этим стягам, якорям, которые держат балки деревянных перекрытий. Если они красивые, разветвленные, то дом построен в 1650 году. Дом, который рядом, его стяги выглядят чуть-чуть попроще. Соответственно, и построен он чуть-чуть пораньше, когда над стягами не заморачивались. Первое крупное здание, которое появилось здесь, это здание биржи, 1772 год. Второй этаж был сразу отдан Шведской академии. Организация, которая принимает решение по Нобелевским премиям по литературе. А на первом этаже сделали очень симпатичный, очень информационный музей о Нобелевских премиях и о Нобелевских лауреатах. Друзья мои, мы с вами идем мимо коричневого и серого дома. А вы обратите внимание, что на одном из домов окна нарисованы на этом рыжем. В то время, когда в России еще пользовались сланцем, шведы уже стеклили свои жилища. Именно стекольня называли в России, шведскую столицу, а не стокольня. Но дело это было очень дорогое. И еще впоследствии приходилось платить налог на роскошь. И вот чтобы хоть в малом можно было походить на людей богатых, люди себе эти окна дорисовывали. А сейчас это такой комплимент прошлому. У нас будут еще маленькие остановочки на улице, и мы зайдем на улицу. Пока. Почти как в Риге, кстати. Почти как в Риге. А здесь мы с вами, друзья мои, в отборе Кефинской церкви. Или на она перед нашими глазами. Но когда-то, в XVII веке, это был тренажерный зал для королей, членов королевских церквей. Они играли в ручной мяч. Но финская теаспора была достаточно большая, и порой отдал это все на финской церкви. И вера и правда она получилась до Синфор. Но мы зашли в этот дворик, дабы отдать памятнику, который обязан быть в каждом туристическом городе, чтобы вы могли потерять свои желания. Вот у нас такая встреча на Эльпе с нашей второй группой. Его извоял шведский скульптор Лис Эриксон. Зубинаю своего детства, как он сидел и ждал своих родителей на подоконнике, обняв свои ноги. Вот этот свой несчастный трогательный образ он запечатил в этом размере. Железный пальчик, смотрящий на Луну. Друзья мои, голова у мальчика маленькая. Желаний много. Сейчас засажите мешок антитайском, он уже в сорной челюсть. Потому что народу очень много, конечно. Бойте желаний своих, они имеют право и спал в музею. Пока вы придете мальчика, я жду вас здесь. И мы уходим дальше. Потом мы столкнулись с нашей коробой. В общем, в манерстве, это тоже пьемало, да? Почему-то, это, по-рунду от вещей. Такое, обмотанное. Такое, обмотанное. Такое, обмотанное. Субтитры создавал DimaTorzok Кстати, удивительно, вот, в принципе, немножечко видел подвязочки. И все-таки разные символы такого вот желтого цвета. Но это, понятное дело, что это не, поднюдь, не Украина. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...